Совет ООН по правам человека утвердил начало международного расследования всех обстоятельств недавнего 11-дневного конфликта между Израилем и исламистской группировкой «Хамас» в Газе. 24 страны члена проголосовали за, 9 – против, 11 – воздержались. Резолюцию представили Организация исламского сотрудничества и делегация Палестины в ООН. «Проект резолюции по обеспечению соблюдения международных прав человека и международного гуманитарного права на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и Израиль, принят». Посол Израиля в ООН, выступая на заседании, назвал «Хамас» расистской террористической группировкой. «7 мая высокопоставленный лидер «Хамас» Фадхи Хамад сказал, цитата, «отрезать голову евреям ножами». Всего три дня спустя «Хамас» – расистская террористическая организация, осуществляющая геноцид – совершила неоправданное нападение на гражданское население Израиля, цинично скрывая военную инфраструктуру среди гражданского населения Газы. Это двойное военное преступление». Соединённые Штаты, ближайший союзник Израиля, не участвовали в обсуждениях. Германия и Соединённое Королевство вошли в число девяти стран, которые проголосовали против резолюции. «Этот документ не делает упор на недавней эскалации и опускает какой-либо контекст. Вместо этого он предписывает создать комиссию по расследованию, действие которой распространяется на неопределённое время в будущее и прошлое». Министерство иностранных дел Израиля заявило, что страна не будет сотрудничать с комиссией. Оно также назвало документ очередной попыткой оправдать преступления, совершённой террористической организацией «Хамас». Представитель палестинской группировки боевиков назвал свою кампанию сопротивления законной и призвал наказать Израиль за оккупацию.